И Нур-Султан может вновь стать Астаной. Президент Казахстана Такаев поддержал предложение депутатов. Столица была переименована в честь первого президента Назарбаева в марте 19-го по инициативе самого Такаева. Почему теперь он хочет вернуть прежнее название? Столицу Казахстана могут переименовать обратно в Астану. А президент Касым Жамар Такаев поддержал предложение депутатов. Соответствующая поправка внесена в проект конституционного закона, который рассмотрит парламент. Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 19-го по инициативе самого Такаева. Он стал президентом после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Назарбаев ушел в отставку. Первый президент Казахстана неоднократно говорил, что против каких-либо переименований в свою честь. Почему президент Такаев теперь не против вернуть в старицу прежнее название, говорит президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктура притолог Исинжол Алияров. Это не прихоть нашего президента. Это высказывается неоднократно в честь мнения. О возвращении имени к городу, которому носила Астана. Она очень была лаконичная, она была как выстрел, короткая, хорошо выговариваемое слово. А что касается остальных проблем, деньгами, остальными вопросами, конечно, может, какой-то будет затрата, но это желание жителей города, это желание жителей Казахстана. Но казахов не принято называть именами преживых людей, города, улицы, остальные. Это было неправильное решение изначально. Поэтому переименование Нарсклана в Астане вполне было ожидаемо, вполне справедливое и вполне правильное решение. Я могу сказать с полной уверенностью, зная общее настроение Казахстана, 98% будут за. Эсен-Жол Алияров, политолог. Исключение Назарбаева из политики было одним из требований, озвучавших во время беспорядков в Казахстане в январе этого года. После протестов первый президент страны лишился пожизненного председательства в Ассамблее народ Казахстана и Совете безопасности, а также титула и привилегии Елбасы, лидера нации. В Минфине Казахстана заявили, что переименование столицы в Астану не потребует больших расходов, но никакие цифры не назвали. Нынешнее название главного города страны Нор-Султан так и не прижилось. Многие жители Казахстана по-прежнему называют его Астаной, говорит главный редактор радио-бизнес-ФМ Казахстан Дениар Даутов. Изначально, когда, если не изменять память, это в марте, кажется, 2019-го было, тогда переименовали Астану в Нор-Султан, тогда многие не восприняли новое название, называли по-прежнему Астана город, и без сих пор город называют Астана. Сами жители столицы называют себя астанчанами, поэтому такого, чтобы прямо в народе ходило название Нор-Султан, такого не наблюдалось. Это в официальных СМИ, в официальных сводках всегда, да, ну, Султан, а так для нас всегда была Астана и Астана. По поводу переименования, кто-то говорит, что да, действительно нужно переименовать, потому что прошлые события, и январские, и предшествующие события, и уже после то, что у нас происходит, якобы нужно переписывать историю, и все, и мы живем якобы в новом Казахстане, нужно переименовать. Но мы же понимаем, что это большие расходы. Это по разным подсчетам от 47 до 57 миллиардов сенге, чтобы было понятно, это больше 100 миллионов долларов. На эти деньги можно построить несколько школ, больниц, детских садов и так далее. Это большие расходы. Кому-то из казахстанцев это не нравится, кто-то тратует за прежнее название, за Астану. Хотя город за все время своего существования в независимом Казахстане переименовывали в четыре, кажется, раза, и это будет пятый. У нас сначала был Калиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан. Сейчас снова будет Астана, если все утвердят. Данияр Адаутов, главный редактор радио «Бизнес-ФМ Казахстан». Старица Казахстана во вторник прибыл Папа Римский Франциск для участия в открывающемся там в среду в седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий. Также в среду в Нур-Султан приедет китайский лидер в рамках своего первого зарубежного турния с начала 2020 года. Из Казахстана Сидзиньпин отправится в Узбекистан, где на саммите Шоссе-Марканде пройдет его встреча с Владимиром Путиным. С поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана снят племянник Назарбаева Набиш. Ранее сложили полномочию три его зятя. Супруг младшей дочери Димаш Досанов. Он ушел с поста гендиректора госкомпании КАС «Трансуэл». Муж средней дочери Тимура Кулебаев сам заявил, что сложил себя полномочия главы президиума нацпалаты предпринимателей Атам Микен. А второй муж старшей дочери Назарбаевой Кайрат Шрибаев также оставил пост председателя правления национальной компании «Трансгаз». Сама же дочь Назарбаева Дериган на 12 января не пришла на седание парламента. В ее прислужбе сослались на больничный. Президент Акаев, а не тех, кому не доверяет, говорит казахстанский политолог, директор группы оценки «Фриск» на Досом Садпаев. Назарбаев сейчас находится в тяжелом состоянии с точки зрения здоровья. Что дает Тукаеву, конечно, сейчас перехватить инициативу, и он уже начинает активно чистить внутрилитное поле. Ну, в принципе, это классическая схема. Тукаев, он активно сейчас оставляет своих людей. То есть начал с силовых структур, потому что, в первую очередь, им не доверял. Ну, в принципе, приглашение УДКБ было с этим связано. То есть он просто не доверял своим силовикам. Это, во-первых. Во-вторых, ему необходимо было пригласить УДКБ. УДКБ необходимо было показать поддержку Путина всей политической бизнес-элите, чтобы она сразу поняла, что Россия в какой-то степени сделала ставку именно на него. Я думаю, что это тоже было определенным фактором, который заставило защитную часть политической бизнес-элиты Казахстана определиться, на кого делать ставку, на какую лошадь. То есть в этом плане УДК, скажем так, смог сейчас вокруг себя мобилизовать ту политическую бизнес-элиту, которая была создана Назарбаевым. Естественно, что сейчас необходимо ему начать чистку, в первую очередь, среди членов семьи первого президента. Ну, во-первых, он опасается на некой фронды. У него есть некие подозрения насчет будущего, что чуть позже, если они остаются в своих постах, при их ресурсах, деньгах, в принципе, всегда может возникнуть другая проблема. Во-вторых, ему необходимо поиграть на публику, потому что сейчас легитимность УДКБ тоже довольно-таки уязвима. Большое количество жертв среди мира населения, вот сейчас многие занимаются как раз подсчетом этих жертв, тоже вызывает много вопросов касательно адекватности использования оружия против мирных граждан. Поэтому, естественно, сейчас для УДКБ необходимо, скажем так, получить некую поддержку общества, и это он делает в том числе через то, что убирает с ключевых постов людей, которые в обществе, ну, скажем так, воспринимались в основном негативно. В лучшем случае не однозначно, но в основном негативно. Таким образом, он, естественно, будет на этих ключевых позициях в первую очередь оставить своих людей. В принципе, у него своей большой команды нет. Вот, естественно, он будет брать людей из той элиты, которую Назарбаев создал, но будет уже исходить с принципа лояльности лично к нему. Досам Садпаев, казахстанский паритолог. Увольнение людей Назарбаева – это выполнение запроса тех, кто протестовал мирно, когда протест только начали, считает паритолог Института национальной стратегии России, директор международных проектов Юрий Салазубов. Пока это выглядит как устранение с политического поля наиболее раздражающих фигур и закружения Назарбаева. Политический лозунг протеста был уход из политического поля самого первого президента, иллюстрация сторонников наиболее ярких представителей Назарбаевского клана. Но отторжение вызывали фигуры трех детей президента, два из которых возглавляли компании, связанные с перекачкой нефти и газов, соответственно, контролировали эти потоки финансовые. А средний, самый богатый, взять Тимур Кулебаев, официально богатейший человек Казахстана, он не занимает никакого яркого поставок, председатель палаты предпринимателей, контролирует пакет определенных акций, и он сам добровольно подал в отставку. Я бы не назвал это полной зачисткой, потому что, например, в новом правительстве Казахстана министр экономики является человек, который долго работал в структурах Тимура Кулебаева с ним тесно связан, вырос под его крылом, и все относили, соответственно, к его кланам. Здесь, скорее всего, такая палиативная мера убрать наиболее ярких раздражителей с тем, чтобы ненависть, чтобы неприятие низов не распространилось на всю казахстанскую элиту. Казахстанский аналитик Малат Шиботов говорит, что, в принципе, вся казахстанская элита была под угрозой такого среза, потому что расслоение имущественное, демонстративное потребление, вызывающее роскошь на фоне обнищания населения и закредитованности, вызывало такой растущий социальный протест. Вот такой простой пример. Во время локдауна обрушились многие бизнесы, малые и средние, которые были очень хорошо представлены в Казахстане, особенно в южной столице Алматы, и за пособием государства обратилась почти половина работающая, где-то в 45%. Это показывает, какой масштаб социального неустройства находится за этим вот блистательным нефтегазовым фасадом. Юрий Солозобов, директор международных проектов Института национальной стратегии России. 8 января бывшего на председате комитета национальной безопасности страны Карима Амасимова задержали по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, что по его делу также началось расследование по фактам действий, направленных на насильственные захваты власти. Наряду с Амасимовым задержанные проходят по делу бывшие заместители. Комендатура Алматы призвала сегодня граждан сдать в органы полиции незаконно хранящее у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольные сдачи оружия освобождают от уголовной ответственности. После массового беспорядка в городе обещают восстановить все поврежденные здания, их не менее 250. Правильно идет вывод миротворческого контингента ОДКБ. Минобороны России сообщил, что сегодня 14 самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Чикаловский. Возвращение всего контингента в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января. Два зятя Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях Казахстана. Их полномочия прекращены досрочно, по какой причине не уточняется. Двух зятьев Назарбаева уволили с руководящих постов в крупных компаниях. Об этом сообщили в прислужбе госфонда Самрук Казынам. Председатель нефтепроводной компании Кастранс Оил Димаш Дасанов женат на младшей дочери Назарбаева Алие. Глава национальной компании Казахгаз Кайрат Шарибаев связан со старшей дочерью экс-президента Доригой. Казахстанские СМИ называют Шарибаева ее мужем. В пресс-релизе указано, что управляющих уволили согласно поданным заявлениям. О том, как к этому отнеслись в Казахстане, рассказывает редактор Тилши Кейзет Аскар Актлиуов. Людей, которые в политических креслах сидят, чтобы их тоже убирали. Они пока еще не доходят. Кого-то еще убирали, кто близок, может быть, к Назарбаеву? Распустили фонд по удильсбору, который принадлежит младшей дочери. Самат Абиш, родственник Назарбаева. Его в первые дни вроде говорили, в отставку отправили. А сейчас выясняется, что он при должности, только он в отпуск ушел. Люди радуются. Но когда Самат Абиша оставили в должности, что-то расстроились. А СМИ как-то обсуждают? Вот только сегодня появились про двух зятей в Волине. Пока каково, особо расследование ничего не делается. Поэтому сейчас отслеживая российские СМИ, мне кажется, больше информации дает. Аскар Актлиуов, редактор Тилши Кейзет. Также в субботу в Казахстане задержали бывшего замминистра Жумабая Карагаева, сообщило Государственное агентство по финансовому мониторингу. По мнению властей, чиновник причастен к необоснованному повышению цен на газ, из-за которого в Казахстане в начале года начались протесты. Более 4,5 тысяч человек пострадали во время январских событий в Казахстане, сообщила Генпрокуратура страны. 225 погибли, включая 19 сил. В Казахстане задержана вся верхушка Комитета нацбезопасности. Всех обвинили в попытке захвата власти, а экс-главе КНБ Кариму Масимову ранее предъявили обвинение в госизмене. Что может стоять за этими арестами? По объемам дел. Не задержана вся верхушка Комитета национальной безопасности. Экс-главе КНБ Кариму Масимову предъявили обвинение в госизмене. Его заместителем вменяется насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Масимов известная фигура в политике Казахстана и настоящий старожил во властных кругах. Что может стоять за его арестом, разбирался Евгений Перельчук. Главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова отстранили от должности 6 января в разгар протеста в Казахстане. Почти сразу его арестовали. Спустя два дня задержали приближенных Масимова. Начальника службы специального назначения А. Садыкулова и зампредседателя КНБ Ергожина. Самое серьезное обвинение госизмена предъявляется как раз Масимову. Доказательная база по делу пока неизвестна. И вряд ли ее вообще предъявит общественности. Дела по госизменам в Казахстане в этом отношении мало чем отличаются от российской практики. Когда появились первые сообщения об отставке Масимова, стало ясно. Внутри казахстанской политической элиты созрел консенсус, кого именно объявить козлом отпущения, говорят политологи. Президент Казахстана Такаев высказывался по поводу Масимова предельно конкретно. Вспоминает директор Института международного регионального сотрудничества, политолог из Казахстана Булат Султанов. Вина Масимова в том, что возглавляемые им структуры, несмотря на то, что они финансировались по первому разряду, не решили те задачи, которые должны было решить. Внутренняя разведка, профилактика экстремистских террористических сил. Вместе с ним арестован господин Гергожин, который пришел из Министерства финансов. Он занимался именно контролем за деятельностью финансовых органов на территории Казахстана. Тукаев сказал так, что не все сотрудники правоохранительных органов провели верно своему долгу. В ряде городов руководители Гангая, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию. Я считаю, что это предательство. Это трусы. В первую очередь, отвечает за это Масимов как представитель комитета национальной безопасности. Кариму Масимову 56 лет. Родился он в семье крупного казахстанского управленца. Масимову не было еще и 30, а он уже стал начальником отдела Минтруда Казахстана. За долгую карьеру успел побывать в предправлении нескольких банков. Занимал должность министра транспорта и коммуникаций. В 2001-м стал замом премьер-министра, потом помощником президента Казахстана. Вообще, при Назарбаеве Масимов дважды был премьером. Главой Кабмина он пробыл рекордные семь лет. В 2016 году, наконец, возглавил комитет нацбезопасности и сохранил этот пост при Такаеве. Говорить о том, что Масимов был серым кардиналом казахстанской политики, нельзя, говорят политологи. Хотя он, безусловно, человек влиятельный и имеет обширные связи. Также не стоит примешивать сюда клановые споры. Как известно, в Казахстане есть три так называемых жуза. К старшему жузу принадлежат и семья Назарбаева, и семья Такаева. Но Масимов в эту парадигму не укладывается. Он этнический уйгур. А значит, история с его арестом имеет гораздо более прозаичную основу. Уверен эксперт по Центральной Азии, научный консультант Московского центра Карнеги Тимур Умаров. Есть желание объяснить происходящее через вот эту клановую систему. Но на самом деле, все это сегодня не актуально. Это было актуально несколько столетий назад. А сегодня все различия между жузами, они размыты. И никто только из-за принадлежности к какому-то роду не начинает войну против какого-то другого человека. Несмотря на то, что он приближенный человек к Азарбаеву, он все-таки не входит в круг самых близких. К тому же его просто невозможно было отпустить из страны, потому что это настолько влиятельный человек с огромными связями и ресурсами. Была высока вероятность, что он превратится в такого очень опасного оппозиционера. Позднее к делу Масимова добавили новые обвинения в насильственном захвате власти и превышении полномочий. По аналогии с его замами. Досудебное расследование пока продолжается. Вместо Масимова на должность главы КНБ назначен Ермек Сагимбаев. Самой яркой строчкой в его биографии пока является получение медали за доблестное обеспечение безопасности Елбасы третьей степени. Апелляционный суд Парижа прекратил судебное преследование главы Совета директоров казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова. Истек срок давности по его делу. Аблязов сейчас проживает во Франции и заочно осужден в Казахстане за хищение. О себе Аблязов заявляет как о главном оппозиционере и организаторе недавних протестов. Руссотрудничество отказалось работать с новым главой Мининформации Казахстана. Причиной стали приписываемые Аскару Умарову русофобские высказывания. Сам он поспешил ответить на обвинения, при этом авторство цитата провергать не стал. Зачем президенту Казахстана министр русофоб рассуждает Георгий Бофт. Глава Руссотрудничества Евгений Примаков отказался работать и поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, обвинив последнего в русофобии. Высказывания, предположительно сделанные Умаровым, ранее вызвали критику и у некоторых российских сенаторов. В приведенных к Примаковым цитатах Умаров называл русскоязычное население Казахстана русней и навязанной диаспорой. Глава Руссотрудничества допускает, что эти слова могут не принадлежать новому казахстанскому министру, но согласно этим же цитатам, неоднозначные высказывания Умаров, возможно, позволял себе и по поводу Дня Победы. Сам Умаров прямо не обозначил, говорил ли он то, что ему приписывают, и прокомментировал обвинения в русофобии в своем фейсбуке так. Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерации нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Зачем президенту Казахстана в кабинете министров русофоб? Комментарий Георгия Бовта. Один из провластных российских политологов назвал назначение Оскара Умарова министром информации Казахстана открытой пощечиной России и лично Владимиру Путину. Приводимые этим комментатором в качестве примера русофобии нового министра цитаты про немытую Россию, пьющую водку в день непонятной победы, вряд ли стоит цитировать дословно, чтобы не раздражать Роскомнадзор. Считается, что именно Умаров, выступающий в социальных сетях не только под своим именем, но и под ником Turkmedia, выступает против использования русского языка в Казахстане. Его также считают причастным к организации так называемых языковых патрулей, которые ходили по общественным местам и унижали и оскорбляли тех, кто говорил на русском языке. То, что целый ряд видных российских лоялистов открыто возмутились с назначением Умарова, косвенно может свидетельствовать о том, что аналогичное недовольство имеется и в руководстве нашей страны. Вопрос в том, будет ли это недовольство доведено в какой-то форме до президента Такаева. С другой стороны, выхождение Умарова вверх по карьерной лестнице именно в области информации и пропаганды началось не сейчас. Еще в 2014 году, когда Нурсултан Назарбаев даже еще и не начинал свой так странно закончившийся политический транзит, он стал президентом общественного фонда Каз Бизнес Медиа. С 2017 по 2020 год работал уже гендиректором, а затем председателем правления Каз Информа, главного государственного казахстанского информагентства. И еще в августе 2021 года Умаров был назначен вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Так что нынешнее возмущение российских лоялистов не только выглядит запоздалым, но и косвенно свидетельствует о том, что уровень экспертизы того, что происходит в соседних с нами странах, мягко говоря, оставляет желать лучшего, не будем гадать относительно того, каков уровень осведомленности тех, кто работает в более компетентных специальных органах, и были ли события в Казахстане для них такой же неожиданностью, как и для простых обывателей. Разумеется, подобное назначение можно считать тонкой восточной политической хитростью, а именно уступкой Такаева тем националистическим деятелям и активистам, которые были не только среди участников недавних беспорядков, но, возможно, и среди тех, кто эти беспорядки инспирировал. Другую такую уступку можно усмотреть и в той поспешности, с которой миротворческие силы ОДКБ попросили удалиться из Казахстана, хотя они даже не успели толком там разместиться. Однако все это, как минимум, означает, что таковые националистические круги в Казахстане пользуются большим влиянием. И Россия это влияние начала не вчера, а в течение всех последних десятилетий. Однако наши отношения с постсоветскими странами традиционно фокусируются лишь на первых лицах, и фигура Назарбаева в этом плане вызывала полное спокойствие, если не называть это благодушием. В том числе и по этой причине российская официальная пропаганда, в том числе и ныне возмущающиеся провластные комментаторы, предпочитали не замечать, в отличие, скажем, от стран Балтии, как в Казахстане в течение всех последних десятилетий русских мягко, но последовательно выдавливали со всех руководящих постов. Тот же президент Такаев еще два года назад начал высказываться в пользу постепенной ассимиляции нацменьшинств, включая русских, за то, чтобы перекрестить казахстанцев всех национальностей в казахов. За рубежом нас знают как казахов, поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово, в частности, заявлял он. Возможно, пока рано делать выводы о том, что одно, хотя и символическое министерское назначение, выльется в усиление националистических тенденций на уровне государственного курса. Хотя это было бы по-своему логично, поскольку Казахстан не первое и не последнее государство на постсоветском пространстве, которое выстраивает свою государственную идентичность именно на националистической основе. Отчасти утешение может служить то, что в составе нового правительства впервые после длительного перерыва появился на довольно высоком посту представитель как раз русскоязычных граждан Скляр Роман Васильевич в должности первого заместителя премьера, хотя он там такой один из 20 министров казахов. Ну и, наконец, нельзя исключать и то, что, попав на министерский пост, Оскар Умаров проделает тот же трюк, который не раз проделывали и многие российские знатные комментаторы и политики, а именно переоденется в воздухе.